Итак, это анализ рынка. Сегодня 29 октября, 24 года, время 6 часов 30 минут по Москве. Рыночный фон сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США, ЕС в плюсе, нефть в небольшом плюсе. По инсу ММВБ мы вчера красиво упали, в соответствии с моими ожиданиями из недельного обзора рынка, который публиковал в воскресенье, то бишь позавчера. Красиво отработали диапазон 2600 пунктов, красиво полетели на сбивание стопов на 2560-2570, ну и по итогу закрылись в районе 2580 пунктов по инсу Московской биржи. Скажу одно, что наш рынок впадает в крупную фазу перепродности, из которой я жду траекторию отскока в районе 2600-2700 пунктов на уровень открытого гэпа, который сформировался вчера на открытии рынка. Соответственно, я не Гуру, я не Ванга, я буду еще не вижу, я не могу утверждать точно, что будет именно так, а не иначе, но я свою ставочку на отскок рынка так или иначе делаю путем покупки отдельных акций Российской Федерации, о которых я в рамках данного видеоролика повествую. Вчера также красиво отработали от Ланга мы с вами фьючерс на Сбербанк и на Газпром, вот он был прогноз по фьючерсу на Сбербанк, вот 28 октября 9.24. Говорил, что Сбербанк упадет в район 25 тысяч пунктов, он взял, упал и пришел на уровень 25 тысяч 500 пунктов в моменте. То есть красиво отработанная утренняя наша с вами ланговая идея. Но это всего лишь отскок, но короткосрочная фаза роста рынка, я считаю, будет только впереди, поэтому определенную акцию от Ланга также беру. Хочу начать с самой горячей новости вчерашнего вечера, которую я публикал в нашем телеграм-канале Биржевик Акция. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канал Биржевик Сток Офишл 2, наша косвенная ссылка на телеграм-канал, либо лимитная ссылка прямая, то есть на наш телеграм-канал Биржевик Акция. На одну их кликайте и переходите, и подписывайтесь. Так вот, в Госдуме предложили отправить в отставку главу ЦБРФ Эльвиру Нобильну из-за высокоключевого ставки. Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», считает, что глава ЦБРФ угробит экономику России. Средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых. За неделю с 21 по 27 октября крупнейшие банки подняли ставку на 0,9%, что привело к увеличению средних ставок на новостройки до 25,5% годовых, и на вторичие жилье также до 25,5% годовых. Мне это интересно, это просто инфошум или действительно инициатива, которую будут продвигать дальше в массы? Пока не особо понятно, но очевидно одно, о чем я говорил вам ранее. Ставки сделаны и ставок больше нет. Действия Центрального банка будут в прямом смысле в дальнейшем усугублять экономическое положение в России. Соответственно, инфляционная спираль неизбежна. Вот, прочитайте данный пост, поставьте на паузу, либо перейдите на наш телеграм-канал «Биржевика акций» и прочитайте данный пост, который я приписал в субботу по утру. И приложение к нему в виде моих ожиданий на валютном рынке. Вот, в соответствии с действием Центрального банка, вкратце скажу, когда денежные массы будут высвобожаться из вкладов, из депозитов так называемых, народ куда побежит? На потребительский рынок будут покупать себе телевизоры, холодильники, иностранные товары импортные. Они все в дефиците сейчас. Они в Россию еле-еле, как душа в теле приходит. Из-за санкций, из-за проблем с логической и прочей в этом духе. А ничего своего у нас нету, все импортное. И, соответственно, чтобы миновать острый угол дефицита товаров, Центральный банк пойдет на траекторию обвала рубля. То есть, пожертвовать, покупая способностью нашей с вами валюты, лишь в угод того, чтобы обойти стороной острую фазу дефицита. Почему так? Вы подумайте сами. Потому что ничем не обеспеченная денежная масса, ликвидность рублей из 20% вкладов, это триллионы рублей, которые перетекут на потреб рынок. Предложение товара будет ограниченным из-за того, что бизнес сворачивается из-за отсутствия рентабельности. Криты дорогие. И последующий фактор такой, что, чтобы, повторюсь, миновать дефицит товаров в стране, нужно товары сделать наиболее дорогими, дороже, чем они стоят сейчас. Для этого что необходимо? Обвалить рубль. Вот все действия Центрального банка, который сейчас нацелен на монетарную ситуацию, на решение монетарного вопроса, якобы решение монетарного вопроса с инфляцией, это все действия, которые имеют продолжительный эффект на горизонте года полутора лет. Но и меня не покидает ощущение о том, что глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов понимает, к чему идет вся эта монетарная ситуация, и какие из этого следуют причины следственной цепочки событий, он тоже учитывает. А будет ли отставка, либо нет? Я думаю, что нет, если честно. Мне кажется, больше, что просто новость инфошум, лишь бы отличь внимание общества на такие вот вопросы, как мне кажется лично. Я вам скажу больше, что глава ЦБ назначается президентом, но ЦБ осуществляет монетарную политику в соответствии со своими решениями, в соответствии со своими мыслями. Вот такая ситуация. Поэтому отставку может принять тоже только президент. Отставку главы ЦБ, я имею в виду. А будет отставка, либо нет? Я полагаю, что нет. На самом деле есть альтернатива Эльвире Набиульной. Банально взять пример Сергея Глазьева, того же, у которого есть четкая монетарная экономическая политика и грамотная действия с ключевой ставкой. Ну, грубо говоря, если его поставить на место главы ЦБ, я думаю, он будет ставку снижать первым делом для реабилитации бизнеса. Потому что очевидно одно, что экономика не была перегрета и не перегрета сейчас. Экономика не догрета, о чем я говорил вам последний год. Но ЦБ оперирует, якобы, перегрет с этой экономикой, которой, как таковой, нет в рынке. ВВП низкий, ну, то есть, во внутренний продукт низкий. Соответственно, эндозиловая активность тоже низкий и вообще падающий. И все эти факторы не говорят про перегрета экономики. Уровень кредитования средний. Где взяли за улучши кредитования, я, честно говоря, до конца так и не понимаю. За последний год столько было басней о том, что якобы перекредитование у нас в стране идет. Да брехня и чушь. Так что, пока в подобных реалиях непонимания живем. Далее, другой момент. Россия вошла в десятку стран с высокой ключевой ставкой. Ну, хоть куда-то вошли. Хоть какую-то десятку. Раз не в экономическую десятку, то хоть десятку стран по высокой ключевой ставке. Еще немного и догоним Малави, Ганну, Нигерию, Египет, Зимбабве, Аргентину и, конечно же, Турцию. С их бездумной, с их идиотичной, как в Аргентине, монетарной политикой. Только я вам скажу так, что высокая ключевая ставка дорогие деньги – это обвал экономической активности. И то, что сейчас делает Центральный банк, у меня только один вопрос. Понимаете ли они, что сами вершат сейчас? Потому что текущая проблема имеет причинно-следственную цепочку событий, эффект определенный. И многие крупные корпорации, российские, государственные, государственные, раз они уже начали вызывать из-за дорогих денег, то, что происходит с малым и средним бизнесом сейчас, я и представить боюсь. Хотя знаю, что там происходит, потому что со многими предпринимателями общаюсь и прекрасно понимаю, что те, кто накопил подушку безопасности за последние годы более-менее стабильной деятельности, они сейчас над подушкой безопасности и живут. А те компании, которые ни черта ничего не копили, ну они уходят с рынка. Так что тут невольно вспоминаешь слова Алексея Заботкина, главы зампреда ЦБ РФ, о том, что у ЦБ РФ нет подлога по повышению ключевой ставки. Черт возьми, вот такой риторикой можно задрать ставку и по 30, и по 40, и по 50% годовых. Но это смешно уже. Якобы побеждая эффект высокой инфляции. Якобы. Хотя по повышению ключевой ставки, повторюсь, эффект инфляции вы не победите, это слово, совсем и никогда. Далее, в рамках нашего телеграм-канала «Биржевика акций» я также публиковал новость вчера поутру, исходя из риторики ЦБ. Смотрите, ЦБ РФ обсуждает новые меры борьбы с инфляцией. Регулятор утвердился в понимании того, что наблюдаемый и неостанавливаемый рост цен – это следствие дефицита предложения. О как! Так, вот вчера мне эта риторика просто жестко удивила, я вот, хоть убей, я бы все думал. Когда, блин, ЦБ понимает, что у нас проблема не конкретно тактическая, а фундаментальная. То есть нас обложили санкциями, санкции начали работу, свое действие. Соответственно, импорт в страну сократился. Многие западные компании, наши страны просто взяли и ушли. Сейчас он последний по тексту, это Ашан компания. Хотя, черт с ней, я Ашан никогда не любил, никогда не возлюблю. Ради бога, пусть валит. С другой стороны, вот многие говорят сейчас якобы китайцами, можно будет дальше сотрудничать. Но извините меня, даже китайские банки, российские платежи по сей день хреново принимают. Не боятся наложения вторичных санкций со стороны американцев. То есть я веду к тому, что вся эта санкционная гегемония, санкционная риторика, она действует и на нас, и на наших с вами соседних государств. Государств соседей, проще говоря. Вот, и ЦБ что говорит? О том, что обсуждается регулятор необходимость различных инструментов работы с этими сегментами экономии, как они будут реализованы, вероятно, станет интригой ближайших месяцев. А эффективность новых подходов ЦБ будет тестировать на протяжении 2025 года. То есть видите, что получается, повторюсь, что они понимают, что ключевой ставкой проблему не решишь в своих кабинетах центробанковских. И вот сейчас постепенно в массы закидывают новые удочки о том, что обсуждаются новые меры борьбы с инфляцией. Я еще раз говорю, что если вы хотите реально победить инфляцию, вам нужно обваливать ключевую ставку и дать пинка под зад. Так промышленности просто заставить промышленность через силу работать. Но для этого необходимо правительство, для этого необходимы какие-то субсидии для бизнеса, льготы для бизнеса. То есть там может быть какие-то стратегические важности этой экономики просто освободить от налога, чтобы они за 1-2 года развелись так, чтобы их товары перешли на российский рынок. И только путем роста предложения уже реального российского производства в альтернативу иностранному производству, который на российском рынке тоже базируется, цены будут падать. То есть будут выходить российские продукции, то есть российская продукция, электроника, механика и прочее в этом духе в альтернативу иностранной. Все, цены будут падать. И это в принципе несложно сделать, было бы желание. Но как видите, блин, нахрена развивать промышленность и можно играть ключевой ставкой. Как делает сейчас глава ФРС Джером Пауэлл. Но он-то может это сделать. У них Америка это мировая колония, скажем так, мировой шериф. Которую монетарной политикой все рынки раком ставят. А тут у нас Центральный банк тоже пытается решать вопрос ключевой ставкой. Хотя еще раз вы, ключевой ставкой вопрос не решишь. Инфляцию не победишь. А слово совсем-то, что проблемы у нас сейчас фундаментальные в экономике. Вследствие чего растет инфляция. Далее индекс ММВБ, фьючерс на ММВБ. Смотрите, вот в воскресенье я вам сообщал, что жду падения рынка к первой репернцели 2600. На 2600 мы пришли, вышли на траекторию терминальной перепродности рынка. Подчеркиваю, не минимальной, не средней, а терминальной, то есть безвозвратной перепродности. Проще говоря, четырехчасовой график, дневной график. Чего мы тут видим? Соплю. Это первое. И второй ваш момент. Я сообщал в посте от 26 сентября в 9.34 о том, что наш рынок акций, он не пойдет сразу сформать 3000 пунктов. Он не пойдет там в район 3500 прямо здесь сейчас. Он пойдет двойным дном. И только после отработки формации двойной дно в диапазоне там 2600, там 2550, наш рынок по себе будет разворачивать вверх. Вот он, повторю еще раз, пост 26 сентября 9.34. Вот он техническая разметка. До того, как рынок еще упал. Это очевидно. Почему? Потому что наш рынок, он всегда только двойным дном разворачивался в стратегический верх. И если вы, наверное, полагаете, что сейчас будет вот-вот крах рынка, там пойдем в район еще каких-то глубоких значений, отметок. Я вот, честно говоря, не согласен, не солидарен. Вот. И полагаю, что он примерно от этих уровней, где мы сейчас находимся, наш рынок будет аккуратно-аккуратно разворачивать. Пользуя отработкой уже высшестоящей цели. Почему так? Потому что сейчас паника на рынке стала дикой. Вот. СМИ и прочие новосоздания говорят о том, что, видите ли, все, рынок потерял надежду на действие центрального банка. Из рынка все капитулируют, все уходят. И, извините меня, когда такие армагеддонские заголовки выходят, что у нас происходит на рынке? Его, как правило, разворачивают. Как правило, покупают крупные банки-фонды свои лонговые позиции. Кстати говоря, позы банки-фонды покупали в районе 2700 пунктов, по-моему, когда была манипуляция падения. И продавали в районе 2900, ну плюс-минус. Сейчас не так же новые лонговые позиции накапливают. По факту это видно. Это видно по графику объемов, там, голубых фишек тех же самых. Вот. Поэтому я думаю, что таким макаром, двойным дном, наши рынки будут брать и аккуратненько разворачивать вверх. Поэтому сейчас я в новые позиции, краткосрочные лонговые акции определенные взял. Попозже вам скажу, какие бумаги я еще рассматриваю. Вот. И еще необходимо понимать. То, что, блин, мы настолько сейчас перепроданы. Настолько это непристойно. Просто, от слова совсем непристойно. Посмотрите, вот дневной график, да? Даже, о, мать твою, даже недельный график. Ни хрена себе. Дневной график. Перепроданность. Четырехчасовой график. Перепрод... Ух ты! 14 пунктов перепроданность. Часовой график. Конвергенция. Объем на продажу сокращается. Господи, не знаю, 15-минутный график. Конвергенция. Цена на Ямай девятый. Эх, жестко, жестко, жестко. Вот это падение рынка, мы с вами ожидать-то ожидали. На воскресном обзоре рынка. И вот это падение рынка я буду постепенно откупать. То есть на выход нашего рынка в диапазон гэпа. 2,660 пунктов это первая цель. Ну и возможно 2,670, может быть даже 2,700. Вот на этот район медианной полосы Больжера. Так что рынок перепродан. Объем на продажу постепенно сейчас будет сокращаться. Конвергенция по силам индикатора есть. То есть крупный капитал шарты своих готов откупать. Вот поэтому в целом, в целом, вот такая территория падения, такая вот сопля на рынке, эта сопля потом заканчивается вот подобным выносом. Видите, просто многие вам приведут сейчас. Такая же была терминальная перепроданность 29 августа. Рынок вылетел вот таким макаром. Вот сейчас та же самая шляпа. Вот такая же сопля формируется. Рынок потом будет выглядеть таким макаром. То есть главное поймать, пусть не дно, но около дно, по активам на краткосрочную лонг, на краткосрочную дистанцию времени, чтобы потом с хорошей прибылью продать. Далее фьючерсы на Сбербанк и Газпром. Это были публичные разметки мыслепрогноза по этим инструментам, которые публикал вчера наш в телеграм-канале Биржевик Акции. Вот 28 октября 9.24. Вот четкая разметка по Сбербанку. Жду снижения на 25 тысяч и выхода на 25 500 на 25 700. По большому счету по Газпрому та же самая была 13400-13500 и выхода на 13700-13800. Ну к этим целям мы не считающим подошли, лонг-область отработали и на скок реверсный пошли. Так что эти идеи с вами неплохо так залонговали фьючерсы на Газпром и Сбербанк вчера. Вот она была реализация прогноза в нашем телеграм-канале. Вот фьючерс Сбербанка и фьючерс Газпром. Вот видите, Сбербанк был в прибыли 1,68%. Но если быть точным, тут еще кредитное плечо есть на фьючерсах. Поэтому прибыль была где-то в районе 3,2-3,3% плюс-минус. Так что на отцок он пошел 25500-25600. Газпром пошел на отцок в районе 13600-13700. То есть на этот высшитающий диапазон. Ну проще говоря, такие вот локальные трейды удались. И меня это в принципе, ну не сказать, что сильно радует, но радует. То есть хотелось бы, конечно, пожирнее отыграть идеи, но и на этом, как говорится, спасибо. Вот реализация идей, трейдов, прогнозов перед вами. А что по факту сейчас? По факту Сберыч отскочил от уровня 25000 пунктов в район 25700. Вот в этот диапазон, как видите, от шипа до шипа. Вот так вот. С одной стороны Газпром также отскакивал от диапазона от шипа до Ямай-9. И смотрите, что интересно, часовой график и четырехчасовой, они также перепроданы, как и индекс ММВБ. Фьючерс на Газпром и фьючерс на Сбербанк. То есть я имею в виду, что эти два фьюча, они у меня сейчас находятся в титаническом поле зрения. Почему? Потому что когда будут отскакивать рынок, тогда будут отскакивать эти терривативы. Фьючерсные контракты на акции этих двух компаний. Поэтому фаза отскока рынка, я считаю, неминуема. Еще раз повторюсь, в район 262-670 пунктов на закрытие ГЭПа по инсу Мосбиржа. Вот. И, соответственно, из текущей перепродности мы по фьючерсу на Сбербанк будем выходить на отработку шипа 25700. И, соответственно, на уровень Ямай-9 медианой пласы Бонжера по фьючерсу на Газпром в район 13300-13600 пунктов тоже. Так что эти терривативы снова у меня в поле зрения. Ну, возможно, сегодня буду их поспевенько подкупать. Я, в общем и целом, еще на нашем Телеграм-канале оповещу вас в виде технической разметки на эти инструменты. Поэтому вам рекомендую на наш Телеграм-канал подписаться. В описании под каждым видеороликом. Первая ссылка. Наш Телеграм-канал. Береже Люксток Офиша 2. Либо лимитная ссылка. На одну из этих ссылок кликайте, и на наш Телеграм-канал попадаете. Далее Инекс РТС. Ну, откровенно говоря, говно то еще. Инекс РТС, как и ММВБ, вышел на траекторию поддержки 830 пунктов. Честно говоря, я не ожидал, что будет такое глубокое падение. Удивительно смотреть. Вот просто вот такую соплю, это, блин, просто дичь какая-то на самом деле. Но, честно скажу, РТС входит в фазу перепроданности. Вот тут сказать сложно, где будет около минимум. Не минимум, а именно около минимум. Либо здесь, либо от перелой 820 пунктов. Вот один с двухкором будет разворотом. Просто чем глубже по РСА и по индикатору CCL загоняют РТС вниз на неждающий уровень, тем сильнее он входит в фазу перепроданности. То есть, тем сильнее будет реверсный отскок на ЯМА-9 в диапазон 865 и на медианную полосу Больжер 685. То есть, я веду к тому, что по четырехчасовому графику перепроданность, по дневному графику тоже уже сопля, видите, тоже перепроданность. Вот. И, ну, рынку РТС, то есть, сингсу РТС, есть куда отскакивать. На ЯМА-9 и медианную полосу Больжер. Поэтому, я думаю, здесь у нас, ну, скорее всего, отработка 820 уровня, где-то в этом диапазоне. Мне так видится. Вот сюда мы придем, повторюсь. И вот сюда потом выем на ЯМА-9 и на медианную полосу Больжер. Ну, к 1,8 вера для она, к уровню магнита. Поэтому фьючерс на РТС я тоже более зря не держу. Единственное, пока сейчас не покупаю, просто наблюдаю за ним. Потому что, когда наш рынок развернут, рынок акций и РТС, все. У нас цели будут на отработку выше. А развороту просто не минуем, потому что рынок в фазу перепроданности. Крупную терминальную фазу перепроданности вошел. Далее пара юань-рубль. Здесь торгуемся на ЯМА-9. Тут, в принципе, у меня мыслей таких прям нету. Кроме того, что дивергенция есть, раздача есть. И игра спекулянтов против рубля еще продолжается. Непонятно, кто против рубля пытается сейчас торговать, пытается работать. Видишь, что проблема? В том, что Центральный банк от своего сраной ключевую ставку поднимает. А рубль падает, падает, падает. То есть при ставке в 27% годовых рубль, сука, падает. И у меня только один вопрос. Эльвир Сахип заданно. Что там происходит? Кто против рубля сейчас играет при растущей ключевой ставке? Кто? Сбербанк, ВТБ, Россельхоз. Кто? МКБ. Какие банки играют? Вот мне непонятно. Это большая проблема. Потому что по мере повышения ключевой ставки идет рост валют. А это проинфляционная проблема. И, соответственно, эта проинфляционная проблема также и на ключевую ставку облагается. То есть дорогие деньги – это высокие издержки для компаний. То есть кто-то нас наебывает, проще говоря. Кто-то где-то как-то нас наколдовывает. А кто где – непонятно. Но очевидно одно, что крупный капитал против рубля. С чьей подачи? Охрен не узнает. Но видно, что ключевая ставка ни черта, ни на что не влияет. Далее нефмарки Брэнд. Идем на закрытие шипа диапазона 71 доллар за баррель. 7,71, то есть вот на этот шип. В принципе, почти закрыли эту сучную проторговку. И от 1,8 гана нас будет поспенька разворачивать вверх. Далее природный газ. По природному газу у нас сегодня была экспирация на мировом рынке. То есть на рынке Азии, рынке Америки, на рынке Европы все будет экспирация. То есть переход с одного контракта на другой контракт. На декабрьский. Соответственно, газ открылся гэпом вверх. Вот эту дырень газ в 22% будет еще закрывать. Ну, в общем, в целом, первый цех падения газа будет 2,56. Старайтесь падения 2,31. Кстати говоря, у нас тоже будет наказать флотильность на фичах по МВБ. Поэтому постарайтесь не попасть под горячую руку. Выносить, скорее всего, будут всех. Далее Драгопром металлы по типу золот, серебра, платина, палладия. Смотрите, золото идет вверх. 2,800 скоро будем штурмовать, как и ожидали. Выйдем в диапазон 2,900, потом 3,000. По серебру также аккуратно продолжаем выходить вверх. По платине, по палладию. О, твою мать, палладию же 1230. Неплохо. У меня лом по палладию все еще открыт, вам скажу. И уже многие банки, которые палладию рубль торгуют, продают, то есть не просто готовы откупать палладий клиентов по 3,400. 3,400 рублей за грамм. Неплохо. Сейчас сказать, неплохо. То есть мой среднесрочный трейд по палладию тоже скоро даст свои плоды. Ну, может быть, буду продавать и в ближайшее время посмотрим, как будет. Ну, грубо говоря, трехбуквенный синенький банк, ну ладно, ВТБ назовем, готов купить мой палладий, мою позу по палладию по 3,478 рублей за грамм. То есть почти по 3,500. В принципе, я не против ему эту позу продать. А почему бы нет? Ну, закрою там в прибыль 20% от палладий. Ну и хорошо. Почему бы, да? Вот надо подумать сегодня. Может быть, сегодня даже палладия будут закрывать. Ланговую позицию. Может быть, сегодня будут закрывать ее в прибыль. Потому что я покупал по 2,950, уже 3,478. Ну, хочется. Хочется прибыль зафиксировать. И хочется, и колется. Вот. И, соответственно, по золото-рубль и серебро-рубль также подпираем выше. Идем выше. Ну, вот серебро-рубль у нас цель на отработке ставится высоким. И еще там 140, 150. Поэтому, в принципе, я забываю позу по этим металлам. Серебро-рубль и палладий-рубль держу. Палладий-рубль буду, может быть, сегодня даже продавать. Вот. Позу, которую я в начале года покупал. В конце года можно продать. Ну, а по серебру тоже задержу. Может быть, 140, 150. И там тоже буду вообще все продавать. Все свои слитки, все свои монетки. Посмотрим. В любом случае, этот год был драг металлов. И по ним мы получили просто сногсшибательную феерическую прибыль. Далее. Хотел бы вам презентовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь потенциальных торговых идей на реверс нацок нашего рынка. Во-первых, это акции компании Руснефть, ММК, Аптека 36, Софтлайн, ВКонтакте, Кубышев Азот и компания Башнефть. Вот смотрите. Вообще все сейчас бумаги. Все бумаги находятся на реверсной перепроданности. Твою мать. Даже не только эти бумаги, еще другие мои, которые я вам сейчас опубликую на реверсной перепроданности. Такие как Яковлев, Мечел, Газпром, Нефть. Ну, короче говоря, смотрите. Вот взять Руснефть компания. У нее имеется вчерашний гэп в районе 148-150. Ну, жду постепенного выхода Руснефти в диапазон, закрытие данного гэпа и, соответственно, на проторговку уровня 150 рублей. 150-152 даже, на Яма-9. Вот по ней будем тоже жирник отскакивать. ММК. Тоже жду жирного отскока. Бумага перепродана. Жду ее на Яма-9. 39-40 рублей уже в ближайшее время. Аптека 36. Жду закрытие свечного шипа. Вблизи также 1.8 вергана 10 рублей за акцию. И там уже можно постепенно выходить на закрытие гэпа и на Яма-9 1075, дефис 11 рублей. Софтлайн. Жду вот небольшого снижения в районе 118 рублей. Тут, скорее всего, будут стопы сбивать. Таким макаром, да. Вот сюда приходит. И отскакивает вверх на Яма-9 128 рублей. Вконтакте. Та же самая шляпа. Получается. Идем вот таким макаром на закрытие шипа. И потом вверх на Яма-9 320 рублей. Куйбыш фазот. Та же самая ситуация. Жду коррекции на 440 рублей. На нижнюю грань. На Дараево отцены. И выхода на Яма-9 в диапазон 4.67. Башнефть. Жду снижения на Шип 2.100. И возврата на Яма-9. Далее. Газ, мяс, нефть. Газпром, нефть. Ну, а к антяжению на 560 мы покажем. И выход на Яма-9 будет. Первая цель там. Что-то 15. Вторая цель будет перед ГЭП. Что-то 50. Так что... К слову говоря. Вот если честно говорить. Я купил Газпром нефть в средний срок. Буквально вчера. В нашем клубе трейдера. Точнее инвесторов. Ну, чтобы вы понимали. Вот. И Руснефть. ММК я тоже ланганул. Вчера на нашем клубе трейдеров. А сегодня я хочу лангануть. Скорее всего. Фьючерсы на Газпром и на Сбербанк. Все-таки они все перепродны. И их нужно как-то вот тут им все-таки поторговать. Ну, а почему бы это есть? Возможно, надо ей пользоваться. Но я думаю, вы услышали, что я хотел сказать всем этим. Вот. Также по акциям компании Мечел вступаем в фазу перепродности. Ну, и Яковлев тоже на перепродность. Кстати говоря, Яковлев прям вообще конфетка на краткосрочный трейд. Даже, например, акции ВТБ. Вот такая же картина. Вот то же самое. Перепродность. Блин, ну тут куда ни глянь, везде какие-то ланговые. И N+. От 1.8 ГАН 35 рублей. Просто легко можно лангануть ее. Абсолютно. То есть, идей просто тьма тьмуща на рынке сейчас. Например, акции Селегдар и акции Селегдар тоже интересны. Мне были бы в лонг. Вот. Поэтому тоже, типа, магии я в поле зрения держу. Правда, по Селегдару нужно закрыть свечный шип. Значит, 43.85. И оттуда уже поспейненько входит вверх на Ямай 9. На 50 рублей за акцию. В общем, идей на рынке хоть попы жуй. И можно попы жевать столько этих идей до тех пор, пока геморрой не треснет. Серьезно, это факт. Это наоборот. Вот многие считают, что до этого, мол, пипец-то плохо. Рынок падает. Все. Труба, обвал, паника, Титаник. Да нет, это наоборот прикольно. Реверсная идея отрабатывается. Вон вчера мы, например, даже в клубе трейдов. У нас акции ВКонтакте отланговали. Вчера еще публичные трейды были у меня по фьючерсам Сбербанка. То же самое. Но, в принципе, неплохо. Реверсом все работает. Идеально работает. Вот. И... Но вы помните, какие акции сейчас назвал? Такими вонгами находятся. Я буду еще другие бумаги сегодня, возможно, покупать. Но я ничего вам не говорил. Вы поняли? Так что не надо мне тут нюни-нюни, бла-бла-бла. Ну, что услышали, то услышали. Поэтому жду постепенно отскока нашего рынка на отработку вышестоящего вчерашнего уровня ГЭПа. Я вам рекомендую подписаться на все наши телеграм-каналы. Первый пункт. Телеграм-каналы про рынок акций. Там сегодня опубликую еще новые потенциальные торговые идеи по нашему с вами рынку. Также у нас имеется клуб трейдеров, на который вам рекомендую подписаться. Группа ВКонтакте, НЗН и Рутюб-канал, соответственно, тоже. Подписывайтесь, господа. Что ждете? Хотите получать знания халявные? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Биржевик акций. Торговые идеи. Подписывайтесь. Все для народа, все для масс. Как говорится, мне не жалко знаниями делиться. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотная стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго. Удачных торгов. Железобетонных, титанических, алюминиевых вам нервов. И до свидания. Ждите публикацию новых торговых идей в нашем телеграм-канале Биржевик акций. Сегодня.